В эти дни в России вспоминают, наверное, самую трагическую страницу в истории Великой Отечественной войны – блокаду Ленинграда. 75 лет назад вражеское кольцо, душившее город два с половиной года, было окончательно прорвано. 27 января 1944 года блокада Ленинграда, продолжавшаяся долгие 872 дня и унесшая жизни полутора миллионов человек, была полностью снята. Участников тех страшных событий навестила министр труда и социального развития республики Изумруд Мугудинова. Подробности у наших корреспондентов. Одной из жительниц, кому пришлось испытать на себе все тяготы тех ужасных событий, стала семилетняя девочка Галина. В этом году Галине Владимировне исполнится 85 лет. В те годы она была совсем ребенком, но боли и страдания заставили ее быстро позрослеть. После окончания войны она всюду ездила вместе с отцом, которого по долгу службы направляли в различные регионы. Они успели пожить в Финляндии, Германии и Грузии, но конечным пунктом семьи стал Дагестан, который впечатлил их красотой, теплом и обилием фруктов. Вышла замуж за дагестанца и проработала учителем 30 лет. Родители здесь и потом нам очень тут понравилось. Я даже так писала. Вся наша семья влюбилась в этот красивый край, где море у ног наших билось, где фрукты хоть отбавляй, где люди тепло улыбались, как будто бы знают тебя. Ленинград – осажденный город, в котором вымирали целыми семьями. Так было и с семьей Марины Бесаловой. Ей было всего 4 года, когда для всего Ленинграда наступили эти страшные 900 дней. Семья состояла из мамы и бабушки. Больше никого. Отца забрали на финско-советскую войну, когда девочка была еще совсем крохой. Но самые близкие люди Марины Владимировны так и не дождались освобождения Ленинграда и конца войны. Она помнит, когда от голода умерла мама, а потом и бабушка. В школу ходили дети, тоже идут в школу, по дороге могут умереть. Или даже за партой сидя могут умереть. Вот так, кормили. Там готовили до всех. Очень редкий такой суп готовили. А там одна только вода, две или три лесинки там могут плавать. Несмотря на все испытания, которые выпали на ее долю, в то тяжелое время она сохранила веру в добро и любовь к жизни. А еще она, как и много лет назад, прекрасно поет. Ночь морозная тропинки замела, по которой, по которой мы с тобой любимый рядышком прошли. Делегация Минтруда вручила блокадницам благодарственные письма от имени главы республики и ценные подарки. Это люди, которые проявили невероятный человеческий дух, мужество, стойкость и пожелать им крепкого здоровья и качественного долголетия. Конечно, очень важно наше внимание к этим людям. Я думаю, что это наша задача не только нашего министерства и города Махачкалы и других территорий. Все они пережили в блокадном городе мучительный голод, лишение и смерть близких людей. Но, несмотря на это, нашли в себе силы жить и трудиться дальше. Город выстоял, но цена, заплаченная за эту победу, была очень высока. И нынешнее поколение, глядя на этих мужественных людей, должно помнить о том подвиге, который они совершили ради нас. Изумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.